Об этом доме по улице Первомайская ходит дурная слава. Несколько месяцев назад из окна пятого этажа выбросился 58-летний мужчина. По воле злого рока или нелепой случайности, 8 апреля из окна того же этажа упал 10-летний мальчик. Это случилось в районе двух часов дня. Свидетелем несчастного случая стал работник водоканала. Именно он и вызвал скорую помощь. Третий класс ходил ребенок. Третий класс. А не знаете, как это произошло? Не знаю. Мы на работе были. Приходим соседи, сказали, что упал ребенок с пятого этажа. Он пришел раньше со школы. Родители работали, его бабушка работала. И он, видимо, игрался и упал с пятого этажа. А дядя с водоканала услышал и вызвал скорую. И приехали, быстренько его забрали. Мы сделали уже две операции. И вот сейчас на позвоночник делать будет. Ну, я знаю его, потому что моя мама дружит с его бабушкой. И вот я у него дома там был. Хороший такой мальчик. Вот игрался и упал. Соседи о семье Андрея отзываются, как о благополучной. В скандалах и склоках никто не замечен. По предварительной версии происшествия мальчик пытался снять с бельевой веревки сухую одежду и случайно выпал из окна. С многочисленными ушибами, ссадинами, сотрясением мозга, открытыми и закрытыми переломами Андрея доставили в бендерский центр матери и ребенка. Благодаря тому, что скорая прибыла в оперативные сроки, мальчика удалось спасти. Как произошел несчастный случай, ребенок не помнит. Говорит, очнулся уже на больничной койке. Ходить будет, уверяют врачи. Учитывая высоту падения и многочисленные травмы, просто чудо, что ребенок остался жив. Про таких, говорят, родился в рубашке. Он контактен, общительный. Иногда бывает, что у него начинает плакать. Ну, по крайней мере, он сейчас в состоянии уже средней тяжести и будет продолжать еще лежать длительное время, я так думаю. Ну, еще появится возможность у нас, как его состояние будет, еще будем, наверное, делать компьютерную термографию позвоночника. Для его реабилитации с такой травмой, я думаю, что 3-4 месяца. Это полная реабилитация. В этот же день, 8 апреля, испытать судьбу решил еще один искатель приключений. В 6 часов вечера 10-летний Саша Бурлай гулял один у озера в парке Дружба народов. Мальчик уронил в воду тапок, пытаясь его достать, упал и стал тонуть. Спасти ребенка бросился случайный прохожий, но не рассчитав сил, сам пошел ко дну. На крики о помощи прибежали студенты. По счастливой случайности, они находились недалеко от водоема. Первым делом ребята вынули из воды Сашу. Мужчина из-за того, что слишком много на нем одежды было, на нем были джинсы, куртка, ну и его начало тащить ко дну. В конце концов, мы начали его искать по дну минуты 3-4, не больше. И в конце концов, нашли. Я именно его вытащил. Друзья помогли. Один из спасателей, студент медфакультета, оказал пострадавшему первую помощь. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. На следующий день после несчастного случая к семье с проверкой пришли соцработники и местный участковый. Мама Саши отказалась давать комментарий о том, что случилось в злополучный вечер, рассказал сам мальчик. Мы были у бабушки Поли. Я пошел на озеро и хотел маме словить рыбку. Просто я очень обиделся. И хотел, чтобы я подарил маме вот это. Она говорит, что я неправильно так написал. А я сам старался, рисовал. Ты в тот день с мамой поругался и убежал от нее? Да, я хотел уже ей словить большую рыбу. А вместо этого выловил ворох неприятностей. Десятилетнего мальчика его маму ожидает ряд профилактических бесед в инспекции по делам несовершеннолетних. Мать несовершеннолетнего будет привлечена к административной ответственности по статье 5.59 за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С целью пресечения несчастных случаев, а также выявления недобросовестных родителей, уклоняющихся от своих обязанностей по воспитанию детей, с 11 по 17 апреля органы правопорядка проводят операцию подросток. Подачей данной операции является профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Значит, в ходе проведения данной операции проводится ряд профилактических мероприятий, начиная от лекций в учебных заведениях, учебных учреждениях, ну и заканчивая, естественно, посещением по месту жительства родителей, неблагополучных, состоящих на учете несовершеннолетних, которые ранее попадали в поле зрения органов внутренних дел. В рамках той же операции сотрудники госавтоинспекции проводят инструктаж пешеходов, а также призывают водителей соблюдать скоростной режим при проезде участков дорог у детских садов и школ. Но в первую очередь бдительной должна быть сама молодежь. 12 апреля в селе Кицканы в ночное время произошло ДТП с участием 16-летней девушки. Сейчас она находится в неврологическом отделении больницы. В тот же день под колеса автомобиля угодила и 8-летняя бендерчанка. 12 апреля 2016 года в городе Бендеры по улице Крянга примерно в 15-40 как несовершеннолетний ребенок 2007 года рождения переходил проезжую часть дороги по нерегулированному пешеходному переходу, где на нее был совершен наезд автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок был госпитализирован в бендерскую детскую больницу и по данному факту ведется следствие. Одних лекций в школах и оперативных мероприятий на улице недостаточно. О том, как себя вести в чрезвычайной ситуации, ребенку надо объяснять дома, говорят психологи. Зачастую в семьях, в том числе и благополучных, дети просто не знают, что под собой подразумевает слово «опасность». Мы, взрослые, иногда забываем, что у детей точно такая же достаточно сложная жизнь. Нам кажется, ну какие могут быть проблемы в детстве. А мы должны беспокоиться об их проблемах. Чаще спрашивать, чаще говорить, чаще просто смотреть, чаще прикасаться к своим детям, причем прикасаться, выражая любовь. Самый для нас травмирующий фактор, в том числе и для наших детей, для человека, я имею в виду, это страх неожиданного или непонятного. Страх, тревога, я не знаю, что может быть. И вот это самый страшный ужас для нас, точно так же и для детей. В условиях современных реалий ребенок обязан знать, как себя обезопасить. А пример хорошего поведения должен исходить от старших в семье. Именно на них ложится ответственность за сохранение жизни подрастающего поколения. Анна Денисова, Иван Зелинский, Евгений Никонов, Бендерское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова